История Золушки А Золушек у нас полна страна, но ведь только одной Золушке подойдет на ножку хрустальная туфелька. Денег в семье не было. Получив в начале 90-х аттестат зрелости, Светлана какое-то время подрабатывала уборщицей в магазине неподалеку. А в 90-х, да и сейчас, друзья, все то же самое осталось. Есть такая услуга, когда молодые парни идут в баньку попариться, туда стайка девушек прибегает или их приводит. Стайку девушек, которые, ну, которые обслуживают этих молодых парней. Это явление, я не знаю, есть ли оно еще где на просторах нашего мира, однако же в Питере это было. В Москве, конечно, тоже есть, друзья, это явление именно постсоветского пространства. Оно началось тогда, когда или богатые дяденьки, чиновники, которые уже тогда имели большие деньги, или бандитские группировки, собирались вместе в баньки или по отдельности. Во всяком случае, я так понимаю, в одну такую компанию попала Светлана, наша Золушка. И вдруг девушка, которая жила в коммуналке, в дореволюционной коммуналке, вокруг которой был типичный бандитский Петербург. Вспоминают соседи, что сосед Светланы и брат подруги были связаны с криминалом. И вдруг неожиданно Золушка делает правильные шаги в своей жизни. Она поступает в университет экономики и финансов. Хорошо, друзья, из коммуналки в университет, сразу после того, как она поработала уборщицей, конечно, это нормальное явление в России, в Советском Союзе. Все тогда можно было. Но почему она выбирает университет экономики и финансов, да еще и кафедру международных экономических отношений? И все это время Светлана не ходит на занятия в университет. Конечно, мы можем поверить, что эта девочка из коммуналки поступила сама в университет, но чтобы она не ходила на занятия, да после первой сессии ее должны были отчислить. А здесь друзья детства Светланы говорят, не помним, ходила ли она на занятия, но не припоминают они, ходила ли она на занятия. Однако в 2000-х годах Светлана Кривоногих получила диплом университета. И в этом же году внезапно вместе с матерью покинула коммуналку. И опираясь на этот факт, что она все-таки получила диплом такого престижного вуза с международным уклоном, мы можем понимать, что Светланой кто-то руководил. То есть у нее был какой-то друг, который ей подсказывал правильное движение в жизни. Поэтому она и получила, не ходя в университет, не посещая занятия, она вдруг получила диплом университета. Но ведь друзья, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А у Светланы наоборот, сказка сама по себе, а дело само по себе. И дела шли гораздо быстрее, чем мы можем рассказать нашу сказку. И в том же году Светлана вместе с матерью внезапно покинула коммуналку. И становится она владелицей элитной недвижимости. Бывшие соседи Кривоногих на вопрос журналистов, откуда у женщины могли быть такие деньги, отвечают, что у нее в 90-х годах появился состоятельный ухажер. Говорят, что это был чиновник власти Петербурга. Но чем, друзья, не принц, который дал возможность девушке учиться в университете, не учась? Учиться, не учась, это, наверное, это все-таки советизм. Это отголоски нашей советской России. В публичных документах никакого упоминания о муже Светланы Кривоногих, конечно, нет. Однако здесь можно найти источник ее внезапного богатства. В начале 2000-х Светлана становится акционером Банка России, который связывают, с кем бы вы думали, друзья, ну, конечно, с Путиным. Вероятно, это и был сердечный друг Светланы Кривоногих. Мы это не можем утверждать. Об этом сейчас трубят все СМИ. Сегодня это финучреждение входит в двадцатку крупнейших в России. Банк России. Светлана владеет еще и туристической базой Игора, где очень любит отдыхать российский президент. В то же время в 2001 году Кривоногих регистрирует в Петербурге фирму «Релакс», на которую в конечном итоге записывают ее долю в банке. По состоянию, на начало 2019 года Кривоногих уже владела примерно 2,8% акций Банка России. Это почти 800 миллионов рублей или даже больше. Все зависит от рыночной стоимости банка. При поддержке России Кривоногих стала владелицей еще одного объекта досуга – Ленинград-центра в Таврическом саду в Петербурге. В 2014 году ее доля составляла 75%. Активы и собственность Кривоногих в дальнейшем только растут. Со всем этим ей помогала и помогают друзья и знакомые Владимира Путина. Эти данные, друзья, опубликовало издание «Проект». Так вот, по данным проекта, если газеты пишут об активах, то вспоминают Кривоногих лишь мельком, воспринимая ее лицо, приближенное к Юрию Ковальчику, того самого соседа Путина по озеру, которому принадлежат почти 40% акций кооператива. В 1999 году Кривоногих не просто летела в Москву на одном самолете с Путиным, а и разместились в кресле перед ним. Более того, свой билет она приобрела за 8 минут до того, как это сделал тогдашний директор ФСБ России. Сам Путин отправлялся в рейс якобы по работе вместе со своим коллегой Виктором Золотовым. А Виктор Золотов, как вы знаете, является главой Росгвардии. В начале нулевых Кривоногих часто летало между Петербургом и Москвой. Издание «Проект» говорит, что на рубеже веков Кривоногих вообще часто можно было увидеть в самолетах, курсирующих между Петербургом и Москвой. Ее постоянной спутницей была подруга по имени Дина Целевич. По меньшей мере дважды девушек сопровождал Золотов. В те времена, собственно, с Золотовым и была связана Целевич. Что касается знакомства Кривоногих с Путиным, то оно началось в 90-х и еще до того, как его избрали президентом. Продолжались их взаимоотношения в начале 2000-х и, вероятнее всего, завершились к концу 2010-го года. Но, так думают, мы никогда не знаем, друзья, как на самом деле это предположение издания «Проект». И после расследования издания «Проект», когда журналисты нашли близкую подругу, хозяина Кремля, Владимира Путина, Светлану Кривоногих. Она является мультимиллионершей, владеет недвижимостью в Москве, Сочи, Петербурге, а также получает роскошные подарки от друзей российского президента. Стоимость ее активов составляет 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, у Светланы есть дочь, которая очень похожа на российского президента. Сегодня Светлана Кривоногих проживает на Каменном острове в Санкт-Петербурге. Это самое элитное для жизни место в городе. А первыми жителями этого места в начале 2000-х стали люди из ближайшего окружения, тогдашнего начинающего президента Владимира Путина. Все друзья Путина стали владельцами квартир в жилом комплексе на второй березовой аллее. Он построен в стиле петербургских особняков 19 века и является закрытым для посторонних, как физически, забором и рвом с водой, так и символически. Просто так прийти в офис застройщика и купить апартаменты было нельзя, а предлагали такие квартиры только среди знакомых. В итоге в доме на березовой аллее поселились спарринг-партнеры Путина подзюдо Василий Шестаков и Аркадий Ротенберг, товарищи президента по данному кооперативу «Озеро» Ковальчук Юрий, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин и Николай Шамалов. И еще ряд людей, тем или иным образом связанных с российским главой. И, конечно, также среди них здесь получила квартиру и Светлана Кривоногих. Некоторые ее соседи даже до сих пор не видели женщину. То есть она там есть, но ее там нету. Почему не видели? Или соседи не хотят говорить, что вполне вероятно, друзья. Или же она там не живет, потому что у нее еще много-много собственности. И в России наверняка она уже бывает слишком мало времени. Что, конечно, она и не может в эту квартиру даже заехать, потому что нет времени посетить свою собственную квартиру. Итак, мы знаем, что в 90-х Светлана Кривоногих встречалась с прекрасным принцем на белом коне и с мантией принца, который, несомненно, сразу ее обогатил тем, чем он мог в то время. И карьера принца на белом коне росла постоянно вверх. Тогда и богатства Светланы Кривоногих тоже росли и росли вверх. И уже в 2003 году Светлана родила дочь. Именно тогда Путин начал подготовку к первым в своей карьере перевыборам. В документах отца Елизаветы Кривоногих не указан. Известно только, что ее отчество Владимировна. Да не все ли равно, друзья, кто папа Елизаветы Кривоногих? У каждого ребенка, конечно, должен быть свой отец. А сегодня эта девочка живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. А судя по портретным снимкам, которые удалось получить журналистам, она феноменально похожа на президента России. И к такому же пришел профессор Хасан Угайл, директор Центра визуального анализа Университета Брэдфорда, Великобритания. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих 70,5%. Заметим, сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек. То есть, если сходство снимков 75%, то получается, что на снимке не дочь президента, а сам президент. А у нее сходство 70,5%, то есть она копия своего отца. Из этого можно сделать вывод о возможном родстве между ними, говорится в заключении профессора. Друзья, вот вам и Золушка. Чем не Золушка в наше время? Вы, наверное, не верите в сказки, а Светлана верила в сказку. И, конечно, друзья, она верила и поэтому дождалась своего принца на белом коне. В результате она стала, мы не можем сказать, что это первая леди нашей страны, но она стала баснословно богатой, превратившись из Золушки в принцессу. Она стала богатой, она стала свободной и как ветер летает по всему миру. Так что верьте в сказки, друзья. Верьте, сказки сбываются. Не для всех. Может быть, на миллион, на 10 миллионов это будет одна. Но все же сказки сбываются, поэтому Золушка с принцем на белом коне – это сказка, которая пришла из Советского Союза, из СССР, откуда вообще ее невозможно было ожидать, потому что в Советском Союзе были все равные, все серые, все под одну гребеночку. А здесь и принц, и Светлана Кривоногих, как Золушка. Благодать и счастье, которое не каждому, конечно, встретится на его пути. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан.